Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Когда я прочитал первое и второе письмо Я ему написал, что она одна из миллионов Тем не менее, она считает, что она просто женщина И вот это все Это ее мировоззрение Где истина между мной Нет, я посередине Между тем священнослужителем и ей Я где-то посередке оказался И просто прошу вас, прочитайте потом это письмо В другой раз включите опять эту же самую ссылку Просто отдельно и почитайте Это нужно, сегодня нужно всем, всей стране Эти все крайности, все эти убеждения За, против и это самое Помните три варианта ответа? За, второй вариант нет, а третий пошел нафиг Так вот Пока меня еще нафиг никто не поссал Но я хочу, чтобы Когда-то это стало очень серьезным Как сказать Уже на уровне Ну Не керейно, как у нас Раз есть Академия наук Особенно в образовании Значит, что-то надо придумывать Вот бедных людей Детей задурачили Вот Так вот, это третий вариант Самый крутой Так Пожалуйста, прочитайте его отдельно Я очень уважаю Галину Вот Как которая пишет Понимаю, все равно не убедила Вот И Пойдем дальше Когда все это закончилось То есть, мы с ней Переписались Так, все Каждое собственное свое мнение Вдруг А это только так, что там наверху дергают ниточки Сегодня мы не нужны Завтра наше мнение будет учитываться На уровне президента страны Иначе быть не может Кто-то дернул за ниточку И появился вот этот человек Вот этот вот Кандидат наук по биомедицине Представляете Крутейший мужик Я вас интригую Круче уже не бывает ученого Ну не бывает Вот А теперь смотрим На всякий случай возвращая к чему Я продолжаю утверждать Что селекция детей нужна Что сейчас я знаю Что оба Двое из моих этих самых Многочисленных племянников Которые То есть Как бы их назвать Можно назвать Они меня дедом зовут Хотя Это Ну в общем И речь не об этом А о том Что среди них Уже сейчас я вижу Пяти-шестилетних гениев Да А специально создать Какие-то учреждения Которые будут Усиленно их натаскивать Может быть Лишая детство Но это надо стране Почему Потому что в школах Растят маугли Приходят туда Дети Уникальнейшие Мозги Мы как говорим Взрослый человек Даже ученого Пять-шесть процентов Мозговой работы Остальные нет Я уже говорил почему Зубрежка Тупость Это самое Потерянное время Когда Вот сегодня Ребенок бы понял А через день Уже нет Вы знаете Нас дурят В школах Этих самых Как дурят Я уже когда-то Рассказывал В этих магазинах Да Дважды 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 Помнят А дважды Там допустим На шестнадцать Уже В уме Уже не сложат Что это Стоит Шестнадцать рублей Умножить надо Тридцать два Ему говорят Сто двадцать Или там Ну я преувеличу Вот Даже вот этого Уже Взрослые И дети Старший класс Уже этого не могут В уме В это За время Школьного обучения Тупизна Достигает Своего предела А потом Нами управляет Помните Это самое Письмо Александра Смотрите А потом Нами управляет Так вот Еще Мой довод Ну не удержался Ребята Не удержался Да Вот у них Знаете Как их рисуют Их рисуют С маленькими Покатыми мозгами А потом Якобы За несколько Десятков Тысяч Лет Это всего лишь Несколько тысяч Поколений Всего лишь Вдруг вот такие Мозги стали А я говорю Мы Одичавшие Мы Вот я на себя Показываю Перед вами Сидит Я не говорю Какую умную Я вам такие Речи толкаю Перед вами Сидит Одичавший Потомок Тех Людей Которые были Настолько умны Что у них Сто процентов Мозга работало Но утеряна Сама Это Возможность Воспитания Навыки Воспитания И плюс Еще часть Из них Попала В Академию И они Задулили Детям Голубь Вот тут Я стою Без сомнений Вот Мозги Не увеличивались А наоборот Усыхали Скажем так И вот Еще Несколько минут И дальше Только садоводство Я вам обещаю Вот Надоел Подел Но это Это очень важно Итак Кандидат Наук По Биомедицине Прошел ЕГЭ По биологии Он сделал Четыре ошибки В 21 вопросе Вот Это можно читать Можно не читать Да Вот Потому что Это Бедные дети Мутационная Наследственность Половая Наследственность Скомбинированная Правильно Неправильно Согласно правильному Ответу На ЕГЭ Сформировался Это детям Конечно Это надо знать Потом живое существо Выше на сушу Так вот Ребята Вот Есть Действительно Настоящая наука Вспоминаем Тимирязева Вот Вспоминаем Почвоведов Почвоведов Вот А есть Современная наука Они знают Что Жизнь была в воде Потом Выпал На сушу Про почву Забыли Там Жизнь настоящая В наше дерево Я уже не удержался Еще Немножко аннотации В наше дерево Половина Находится Под землей А там Кипит Жизнь О которой Мы не знаем Не подозреваем Все что мы можем Асфальтоукладчики Так Отравить эту почву Так Чтобы ничего не росло Ну вспоминайте Минеральные удобрения И прочее Так или не так У нас много Мы вынуждены Травиться Лишь бы только Прокормиться Тут уж я молчу Без минеральных удобрений Еще раньше сдохнем Вот Но там Настоящая жизнь Кто про это знает Какие ЕГЭ Все Я дальше не могу Как слово ГЭ У меня сразу Шерз дым Вот Теперь смотрите Его Выводы Еще раз говорю Я специально Закончил Биофак Это один Из главных Наших Вышеучебных Заведений Видите Вот это вот Переводить Нет Питер Аспирантуры В Оксфорде Постдикторантуры В Гаварде И решил Пройти Тесту Верно Выводы Это к тому Чтобы вы Поняли Что я Прошел В субботу Часть Субботы Может быть Даже целый час Я потратил На не просто Это А на то Что когда-то Должно Стать Моментом Истины Вот Итак Выводы Вот это От ученого Не тестирует Понимание Природы Тестирует Знания Локальных конвенций Биологического учебника Правильно говорит Ведь не зря Что я говорю Про почву Это не слово Вот И кроме Вот это Помните Как глубоко Закапывать Эту семечку Это знание Не понадобится Никому Никогда Ни в какой Мысленной ситуации Ни при обучении В институте Заметьте ЭГС дал А институт Та еще идти Ни после него Единственное Что может вызвать Экзамен Животную реакцию На слово Биология Вот что вы добились Эти академики Это его дальше Это я просто Красный свет Про Кукушкин Следующий написал Жизнь Самое волшебное Явление Во вселенной ЕГЭ по биологии Это муштера Ради муштеры Зазубрия Никому не нужен Телефон Усправочек Ну и дальше Еще вот это Про это я уже говорил Когда сам писатель Писал сочинение По собственному рассказу Который он при жизни Стал классиком И его рассказ был Взят как образцовый Дети писали сочинение И он взял Написал сочинение Что ему написать Оценка ниже четверки Комментарий К работе уточалось Участники Правильно ответил на вопрос Это он писал сочинение По собственному Он как классик Это как если бы Лев Толстой Война и мир Б это самое Писал сочинение По войне и мир Неправильно ответил Не раскрыл тему Откуда же ему знать Автор рассказа Это За него решили Что он И не это имел в виду Ой ребята Вы поняли Вот этот товарищ Как его звать Кукушкин На моей стороне Ой Бедные дети Ладно Сейчас Глазочек чаю И дальше уже нормально Пойдем Вот В начале недели Ну господи Что я буду говорить В следующий раз А потом К концу недели Думаю господи Как же ответить на все дела Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!